Результаты оперативно-служебной деятельности прошедшего года и планы работы на будущее. На пресс-конференции руководители ГИБДД рассказали о статистике ДТП и нововведениях, которые ждут автовладельцев в новом году. 2020 год для ГИБДД Люберец отмечен снижением всех показателей по статистике дорожно-транспортных происшествий. Общее количество аварий на дорогах снизилось более чем на 16%. ДТП с пострадавшими стало меньше на 29%. Это лучшая цифра в работе государственной инспекции Люберецкого межмуниципального управления за последние годы. Какой-то вклад в эти цифры внесла пандемия. Задало, так сказать, общий тон, но не является основной причиной тех действительно снижений аварийности, которые вы сейчас наблюдаете. Кроме статистики по ДТП, на пресс-конференции руководители ГИБДД рассказали о нововведениях, которые ждут водителей в 2021 году. Теперь все автомобили с грузоподъемностью более 3,5 тонн, независимо от формы собственности, должны быть оснащены тахографами. Изменения коснутся и правил перевозки детей автобусами. Значит, если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки или высадки детей двери автобуса. То есть допускается назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей, и если посадка, высадка детей будут осуществляться через одну дверь. То есть, грубо говоря, если у нас большой экспедиционный комфортабельный автобус, и ему имеет две двери, то, соответственно, должно быть не менее двух сопровождающих. В 2021 году продолжатся и профилактические раунды, такие как стоп-гаджет, маленький пассажир, большая ответственность, безопасная мобильность, некуда спешить, трезвый водитель и засветись. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.